Музыка Кто-то после школы быстрее бежит к своему компьютеру, кто-то спешит в спортивные секции. А эти ребята едва закончатся уроки прямиком в Центральную библиотеку на занятии литературно-драматической студии «Феникс». Она была организована здесь два года назад. За это время самодельные артисты дали 10 тетрализованных представлений, в основном для детей. Чаще всего идеи постановки рождаются у нас вместе, то есть в результате мозгового штурма. Мы что-то обсуждаем, что-то придумываем, из этого рождается сценарий, идея постановки, которая чаще всего приурочена к какой-то дате календарной. Декорации к спектаклям, костюмы для своих героев. Ребята вместе с руководителем тоже придумывают, разрабатывают и изготавливают сами. Причем особых затрат на все это не требуется. Разве что на краски и кисти, да иголки с нитками. В общем, в ход идет все, что не нужно в доме. То есть не нужно в доме, пригодятся здесь старые юбки, платья, кофты, ткани, тряпки, обрезки, все что угодно. На подготовку спектакля уходит месяц-полтора кропотливой работы. И роли выучить надо, чтобы от зубов отскакивали. И сцену подготовить, и отрепетировать все до мелочей, чтобы не подкачать на премьере. И кто знает, может для некоторых из этих ребят занятия в самодеятельном театре станут своеобразной стартовой площадкой на большую сцену. Мы с самого детства с сестрой мечтали об этом, что именно стать актрисами. Нам этого очень сильно хочется. И если я исполню эту мечту, то я буду очень рада. Вообще, театр — это такой удивительный мир. И когда ты в него погружаешься вместе со зрителями, это замечательно. И вот и зал уж полон, и зритель рукоплещет, и сказка жевает на глазах. Персонажи знакомые, а вот сюжет, можно сказать, эксклюзивный. И сейчас уже трудно сказать, по мотивам какого произведения и какого автора поставлен спектакль. Фантазии автором сценария, юным самодеятельным артистом литературно-драматической студии не занимать. Баба, какая-то птичка? Какая птичка? Не кривляйся! Здесь вообще посторонним находиться запрещено. Здесь границы проходят. Так правильно, граница между сказкой и былью. А я не посторонняя, живу я тут. 30 минут сказочной постановки пролетели, как говорится, на одном дыхании. Малыши народ искреннее, и зрители откровенные. И если они в прямом смысле слова смотрели спектакль, открыв рот, значит, он удался. Я раньше только по телевизору видел сказки. Спасибо за то, что показали настоящую сказку. Я считаю, что создание такого театра – это очень огромное и большое дело. Увидеть вживую сказку детям. Ну, не все имеют такую возможность съездить в любой театр Нижнего Новгорода. А здесь ребята приобщаются к истокам народной культуры. Здесь ребята видят сказки, которые учат их добру, учат их любви. Это очень большое дело. А самодеятельные артисты сейчас работают уже над новой постановкой, к 9 мая, с песнями, танцами военной поры, которые снова сами готовят и костюмы, и декорации. И где снова будет, что называется, править балом его величество театр. Продолжение следует...